Приветствую вас на канале Банковский. В нашем обзоре кредит наличными от Газпромбанка. Это широко разрекламированный продукт. Если верить рекламе, то он чуть ли не лучше на финансовом рынке российском. Но на самом деле мы посмотрим еще какой он в действительности хороший и стоит ли обращать на него внимание. Итак, банк предлагает минимальную ставку 6,9% годовых. Пока что неплохо. Я бы даже сказал, что это показатель действительно лучше на рынке. Но опять же, обычно минимальную ставку у нас получают единицы. Поэтому там нужно будет посмотреть, при каких условиях она гарантирована. Максимальная сумма кредита 5 миллионов рублей. Ну и кредит этот можно получить онлайн, не выходя из дома. Что, учитывая современные условия, очень и очень хорошо. Преимущество данного кредита, как заявляет сам банк, это бесплатная карта с кэшбэком. То есть вы к кредиту в довесок получаете умную карту с бесплатным обслуживанием и кэшбэком до 10%. Досрочное погашение, это понятно. И страховая защита. Причем страховые программы есть довольно неплохие. Условия кредита. Давайте взглянем на них более подробно. Ну, во-первых, минимальная сумма кредита 50 тысяч рублей, что уже очень хорошо. Объясню почему. Во многих банках сейчас практикуется, что минимальная сумма начинается от 100 тысяч рублей. А это, сами понимаете, то есть кому нужен небольшой кредит, тому получается, что уже нет смысла подавать заявку, потому что ему придет автоматический отказ. Да, если, например, минимальная сумма 100 тысяч, а ему надо 70, то есть ему либо 100 брать, либо не брать вообще в этом банке. Здесь более демократичный диапазон сумм. Срок кредита начинается от 13 месяцев и достигает 7 лет. Опять же, это преимущество, потому что во многих банках, я бы сказал, в 90% российских банков потребительские кредиты выдаются максимально на 5 лет. Здесь 7 лет. Ну и процентная ставка, мы уже об этом сказали. Значит, кредитный калькулятор интересный в Газпромбанке, то есть он позволяет заранее рассчитать будущий кредит, то есть суммы устанавливаете, какие вам нужно, да, срок, доход ежемесячный, ну и, соответственно, система рассчитает, учитывая вот те параметры, которые вы зададите. Получить кредит достаточно просто. Вот здесь везде мелькает кнопка «Оставить заявку», она и выше была, эта кнопка, и вот здесь есть кнопка «Оставить заявку». Нажимаете на нее и, соответственно, заполняете заявку прямо на сайте банка. В три шага, то есть заполняете заявку, приходит смс с решением и в офисе или мобильном приложении можно получить деньги. Варианты есть. То, что касается условий кредитования, вот этот я пропущу, потому что мы уже их посмотрели, а вот процентные ставки здесь интересны. Процентная ставка будет привязана к сумме кредита, которую приобретает заемщик в будущем. То есть, если вы приобретаете сумму от полутора миллионов до пяти миллионов рублей, вы получаете вот эту ставку 6,9. Получается, что вот это преимущество как бы уже не выглядит таковым, потому что много ли найдется граждан в настоящее время, которые могут, во-первых, по зарплате, да, и вообще хотят и могут получить кредит от полутора до пяти миллионов рублей. Чаще всего суммы намного скромнее, поэтому 6,9, но я и говорю для единиц, для избранных. Так же, как и 8,9 тоже при сумме кредита от одного миллиона до полутора миллионов рублей. Тоже немногие найдутся, кто возьмут такой кредит. Чуть больше народу возьмет от 300 тысяч до одного миллиона и получат 9,9. И абсолютное большинство возьмут от 50 до 300 тысяч рублей и получат свои почти 11% годовых. 10,9. Вот, собственно, где собака и зарыта. То есть, нету тут никакого привлекательного процента для тех, кто берет небольшие суммы. А таких, как я уже сказал, большинство. Требования к заемщику тоже коротко пробежимся. Они стандартные. То есть, возраст от 20 до 70 лет. Причем нужно помнить, что 70 лет на дату окончания срока кредита. То есть, если вам сейчас 65, то кредит вы можете взять максимум на 5 лет. Ну и, соответственно, выплатить его. То есть, расчетный срок выплаты будет браться во внимание. Стаж работы здесь тоже понятно. По документации здесь никаких сюрпризов. Вот он список документов. Причем для клиентов, получающих зарплату на карту Газпромбанка, нужен только паспорт. Если в целом давать оценку данному кредиту наличными, то, в общем-то, вот эта минимальная ставка 6,9, она была создана больше для рекламы. Это вот с моей точки зрения. Потому что абсолютному большинству приобретателей займов эта ставка недоступна. Потому что элементарно по зарплате и по другим параметрам люди не подтянут слишком крупную сумму. Да и не нужна она им. Чаще берут кредиты небольшие, там до 300-500 тысяч рублей. Соответственно, при этом раскладе ставку они получат почти 11% годовых. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. И удачи!